Ариару, народный микрофонолог, и без долгих ступеней начинаю свою историю. А началась она около полугода назад, когда мне в голову взбрело кописяком, полностью удовлетворяющим моим потребностям. Так как до этого я работал на ноутбуке, и этот опыт был у меня в новинку, но о том, что у меня в итоге вышло, я ни разу не пожалел. А теперь я хочу с вами поделиться, какого красавца я собрал за относительно небольшие деньги. Прежде чем начать, хочется сказать, что ни одной из конфликтующих я не подвергал разгон. Все они работают на базовых частотах. Компьютер изначально собирался из-за неимения больших средств, и с надеждой на то, что где-то в будущем появятся деньги, и можно будет укупить комплектующих по новее. Ну и недалеко отходя от темы, об органах ПК. Самое главное в любом компьютере, это его сердце. Сердце моего был AMD Ryzen 5 1600X. Это очень хороший процессор, который показывает себя выше, чем стоит на самом деле. Работать с 3D графикой или рендерить видео с этим процессором одно удовольствие. В большинстве игр процессор не работает и в половину своей мощности. Скорее ему нужна видюха помощнее. Но они чуть попозже. Вамкой в ПК встала Asus Prime V350+. Данная митинька очень хорошо себя показала в работе, давая все возможности для процессора, помогая ему показать свои мощности. Имеет 4 слота по оперативу, что очень хорошо для разгона. И кучу, нет серьезно, кучу входов USB и прочего. Что очень мне было нужно, так как у меня они постоянно чем-то заняты. Недалеко отходя от темы, оперативкой являются 2 планки DDR4 по 4 гигабайта. Да, мало, но нужно было с чего-то начинать. И поверьте, 8 гигабайт хватит, чтобы вдоволь насладиться играми на средних или высоких настройках графики. Я еще в дальнейшем планирую докупать планки памяти, чтобы иметь большие возможности в дальнейшем. Мамка также имеет 4 слота под харддиск, но занят у меня ПК один за неимением средств. Стоит ПК-диск размером 1 терабайт. Мне пока этого хватает, но если быть честным, чтобы хранить кучу материала для видео, нужно больше места. И надеюсь, что как появится средство у бедного студента, появится и SSD-шник, который реально гиташка без него очень долго грузится. А теперь поговорим о видюхе. Это не ваша GTX 1080, тем более не две карты типа RTX. Это видюха бюджетного сегмента AMD Radeon RX 560. Показываешь себя лучше всего на средних настройках графики, выигрывая с Full HD разрешением. Что более чем достаточно за ее деньги. Видюха может и осилить что-то посерьезнее, но сомневаюсь, что на 30 кадров многим понравится. Я же предпочту играть на 60 фпс средних настройках графики, чем на нестабильных 30 на высоких. Как она себя показывает, лучше можно будет посмотреть в тестах. Блок питания 500 ватт. Да, я знаю, что это много для данной сборки. Взял с запасом, как я и говорил, для следующего апгрейда и разгона. О корпусе ничего не могу сказать, только то, что возможно нужно будет его менять, поскольку мой пока стоит в не очень удобном для работе месте. Ему не очень хватает холодного воздуха для охлаждения, и нужно будет корпус с дополнительным воздухозаборником спереди. Не то, чтобы комп сильно грелся, но так как я большую часть дня провожу за ним, теплому воздуху просто некуда деваться, и он скапливается, не успевая охлаждаться. Поэтому пока в таком корпусе можно ставить туда, где есть хорошая циркуляция воздуха. О периферии и монике я расскажу как-нибудь в другом видео, ну а теперь к тестам. Стоит помнить, что комп собирался в первую очередь для работы, а не для игр. Результаты теста вы можете наблюдать на экране. Многое это или мало судить вам. Моё дело просто сказать, что это и так. Ммм, да всё это бред, давай к играм переходить. А теперь самая сочная часть этой игры. Дай поигра. Нет. Ну пожалуйста, ну дай я поигра. Мама, насадись. Ура. Сейчас мамочка работать будет. Ну я же играю. Нет. Ну как вы уже дали понять, ненормально протестировать компьютер в играх не дали. Что благодаря моей девушке у меня есть геймплей из некоторых игрок, результаты которых я могу партнерировать. А мы начнём, пожалуй, с первого процента. В верхнем левом углу экрана можно увидеть как-то вружную систему. Ну и как я говорил, процесс не нагруженный и наполовину. А видюха пытается из себя выжить сосуд. Разрешение у этой и последующей игры будет стоять Full HD. При обычной стрельбе можно видеть около 60 кадров. Но если взрывы, то частота кадров падает до 50. Но меньше не опускается. Игрушка динамическая и требовательная. Такие результаты для данной видеокарты это достижения. Это на средних, а на высоких динамики сцены показывает около 40, что более-менее играбельно. Следом идёт 7 любимых Ведьмак. На средних настройках графики можно видеть около 40 фпс, что играбельно. Для микрофонодрочеров, если захотеть, то можно ещё снизить настройки. Или оптимизировать для достижения 50 тех поисков. А что думаю будет считаться играбельно уже для всех. Я не стал в этом разбираться, можно посмотреть кучу роликов на YouTube. Там побродать и меня, дядьки, и не такие вещи объясняют. Следовательно, это игра, в которую я наиграл уйму часов. И о её играбельности я могу ручаться. Это полностью на высоких настройках. И более чем идеально. 60 кадров и плавная картинка даже при большой динамике кадров. В общем, такое ощущение, что именно для этой игры видеокарта была создана. Но и тут без косяков не обошлось. Если видеокарта не разогрета, то возможны совсем незначительные фрезы при загрузке текстур. Но это проходит, стоит лишь карте поработать несколько минут. А также хочется выделить, что синк грузится быстро. Относительно, конечно же. А вот сам онлайн грузится порой минут по 7-8. Что приносит некий дискомфорт. Не буду грешить на сервера Rockstar. Ну и говорить, что было бы лучше, если бы я поставил содержание. Так же не буду. Кэсточка это, конечно же, не игра для тестов. Но сердцу дамы не прикажешь. Мнях. Кэс выдаёт около 200 кадров. И это более чем с головой. Хватит играть на высоких настроях. Поднимает скилл одно удовольствие. ФПС показывает 60. Потому что включено ограничение статы кадров. Чтобы ресурсы порца уходили и на другие тёмные делички. Но об этом история умалчивается. Как я уже говорил ранее, комп проектируется по большей части для работы. Но и выигры различные на нём поиграть можно. По факту же он и является постелением. Хотя это немного некорректное сравнение, но у меня все равно. Из данного ПК можно слепить, как когда появится средство, настоящую конфетку. Имеется куча возможностей для дальнейшего апгрейда и разгона. Хочется больше оперативов? Ставь. Памяти? Да пожалуйста. И так с другими комплектующими. Главное, чтобы они не ссорились. И всё будет хорошо. Моя задача была показать, как данные комплектующие работают в связке. Вышло это или нет, решать вам. И о продуктивности тоже. Лично меня всё устраивает. Но не хватает памяти на диске. Но это не критично. На этом обзор бюджетного компаса 45000 подошёл к концу. Всем спасибо, что смотрели. Надеюсь это видео было полезно для вас. Всем удачи и пока.